Земля, земля, я Новочеркасск, как слышно. Сегодня мы находимся в Новочеркасском центре тренажера строения, где производят настоящие тренажеры, на которых тренируются космонавты, уходящие в полет, в далекий космос. Ну а нам сегодня откроют завесу тайны и покажут, как производят эти самые тренажеры. Это программа «Производим на Дону». Меня зовут Сергей Мирошниченко. Здравствуйте! Комплексный тренажер научно-энергетического модуля российского сегмента МКС. Состоит из двух отсеков – герметичного и негерметичного. Имеет стыковочный узел. Это самый большой из всех создаваемых в России модулей, длиной 13 метров и около 4 метров в диаметре. Масштаб выполнен один к одному, с реальной космической станцией, чтобы у космонавтов не сформировались сложные навыки. Но различия с настоящей МКС все же имеются. Если бы мы пошли по пути создания так, как делаются летающие изделия в космос, во-первых, это заняло бы многие годы и цена была бы в разы, по меньшей мере, около 10 раз дороже. Мы пошли по использованию общепромышленных материалов и технологий. Вот модуль полки. Сейчас как раз сотрудники нашего опытного производства устанавливают их. Что я себе представляю? Значит, это для проведения экспериментов в космосе. Сюда подается электропитание, задвигается. И при проведении космических экспериментов необходимое оборудование сюда устанавливается. И заранее космонавты учатся этому на Земле. Во время тренировок за каждым движением покорителей космоса наблюдают инструкторы. Вся электроника разрабатывается и производится в Новочеркасском центре тренажера строения. Здесь же ее тестируют и устанавливают. Сейчас происходит группирование состояния кубера. То есть мы включаем здесь, и на форматах там происходит повторение состояния. То есть инструктор контролирует, что делает оператор во время тренировки. Детали тренажера космического корабля не найти в строительном магазине. Большая часть запчастей к модулям производится вручную. А помогает гравировально-фрезерный станок с ЧПУ для работы с мягким металлом и пластиком. В этом цеху производство деталей не серийное, а скорее штучное. К каждой запчасти индивидуальный подход. И работа на станке больше похожа на тренировку перед полетом в космос. Я получаю исходные данные в виде чертежей и 3D-моделей, которые разрабатывают конструкторы. После этого я в специальном софте на компьютере создаю программу. Редактирую ее, отлаживаю. Провожу сначала на холостом ходу, то есть над деталью, чтобы если какие-то ошибки появились, чтобы не произошло аварии. После обкатки на холостом ходу я приступаю к изготовлению деталей. На новочеркасском предприятии создано более трех десятков сложнейших объектов в тренажерной технике, на которых подготовлено более ста экипажей российских космонавтов и международных астронавтов. Сегодня предприятие освоило выпуск оборудования для образовательных учреждений, музеев и планетариумов. И это, безусловно, будет способствовать повышению интереса детей, подростков к науке, технике, к производству. Каждый тренажер, созданный в Новочеркасске, уникален и не имеет производственных аналогов. Модули помогают до автоматизма отработать множество внештатных ситуаций. Как, например, этот макет для эргономичной отработки интерфейсов пилотируемого транспортного космического корабля нового поколения «Федерация». Он предназначен, в основном, для Луны. И если будет наша станция самостоятельной, то этот корабль придет на смену «Союз Тайма», который сейчас космонавтов отправляет на станцию и наших, и зарубежных. Это единственное средство доставки космонавтов с Земли на станцию, международную космическую станцию. На макете пульта космонавтов мы можем отрабатывать режим работы с системами корабля, с интерфейсами по основным параметрам контроля и его работы, его систем. Мы можем отрабатывать режим стыков с космической станцией с помощью специализированного устройства, ручки управления движением ориентации. Совсем скоро этот макет станет в основу тренажера, на котором космонавты будут отрабатывать полет на околоземную орбиту, а впоследствии на окололунную орбиту и, конечно же, вернуться домой. Ну а мы отправляемся на следующее производство на Дону.